В эфире «Звезда на звезде». Наш сегодняшний гость с детства не любил драки и старался решать все конфликты путем переговоров. Возможно, именно поэтому он стал одним из самых успешных профессиональных в своей области адвокатов. В студии программы «Звезда на звезде» председатель Общественного совета МВД России, адвокат, писатель Анатолий Кучерина. Анатолий Григорьевич, здрасте, мой дорогой. Удивительный факт. Я когда впервые увидел вас в аэропорту, когда вы разговаривали со Сноуденом, это была первая встреча? Вообще, как это произошло? Я вообще в отпуске был. И пришло письмо по факсу ко мне в офис. Где было написано о том, что Эдвард Сноуден приглашает Анатолию Кучерину на встречу в аэропорт Шереметьево? Я, соответственно, мне звонит помощник. Говорит, так и так. Я говорю, Валя, наверное, розыгрыш какой-то. Ну, какой там это? Где я, где Сноуден и почему вдруг меня приглашает? И она позвонила туда. Ей подтвердили, что до 12 июля 2013 года в 18 часов Эдвард Сноуден приглашает Анатолия на встречу. Я приехал туда и встретил многих моих коллег в аэропорту. Мы стали общаться. Мне Геннадий Машин сказал, что он получил приглашение, там, Лукин получил приглашение, там, ну и ряд других. А нас было где-то там около 13-15 человек. И вот мы, когда собрались все вместе, нас администратор аэропорта провела на встречу с Эдвардом. На встрече был Эдвард и Сара, которая его сопровождала. Первое, что он сказал в выступлении его перед нами, я тот человек, который до недавнего времени слушал ваши телефонные разговоры, читал вашу переписку, следил за вами. Я жил неплохо, у меня прекрасная семья. Но я принял решение озвучить миру, что ЦРУ и АНБ осуществляют тотальную слежку за вами, внедряются в вашу частную и личную жизнь. Это то, что он нам сказал, когда мы собрались в огромном холле в аэропорту Шереметьево. Дальше он говорит, я отправил в 21 страну мира прошение о предоставлении мне временного убежища. На что я, когда он уже закончил выступать, на что я ему сказал. Я говорю, вы знаете, вы можете подавать во все страны мира прошение о предоставлении вам временного убежища или политического убежища, но у вас ничего не получится, потому что по закону вы должны подавать заявление о предоставлении вам убежища в стране пребывания. И вот на этой почве я просто прокомментировал. Естественно, раз он нас пригласил, должен был кто-то прокомментировать, сказать, что действия ваши, то, что вы сейчас делаете, они не приведут к положительному результату. Я оставил визитку, когда уже завершилась встреча, встреча была час, ну где-то около часа или полтора. И все, мы все вместе вышли оттуда. И буквально через два дня он уже позвонил в офис и пригласил меня уже одного. И после того, как я уже приехал туда, к нему, мы уже начали обсуждать предметно процедуру оформления временного убежища. А вы вообще в курсе дела, что после того, как вы взялись за дело с Нодена, некоторые СМИ окрестили вас кремлевским адвокатом? Что значит кремлевский адвокат? Ну, простите, так даже словосочетание. Что значит кремлевский адвокат? Я могу быть, меня государство может нанять как адвоката, меня может нанять как адвоката любой гражданин, вплоть до президента Российской Федерации. Что значит кремлевский? Я никогда не был кремлевским адвокатом. Кто оплачивал ваши услуги? Никто. Никто. Абсолютно бесплатно. Никто. У него денег вообще. Когда он прилетел сюда, у него денег не было. У меня тоже были мысли, думаю, ничего себе, отношение к таким секретам, и наверняка он там что-то оставил на жизнь, тем более информацию, когда он сюда вылетел, он информацию оставил журналистам в Гонконге. Он сюда прилетел уже без так называемого чемоданчика. Но на самом деле, все, что он сделал, он это сделал не ради того, чтобы обогатиться. Не ради этого. Поверьте мне, он бессеребренник. И когда мы уже стали с ним общаться, я всегда говорю помощнику, говорю, Валя, тебе надо четко составить список, что в первую очередь надо ему купить. Потому что ни одежды, ничего. И продукты, питание приходилось носить туда, и одежду покупать. А как? А сейчас он более-менее, он сейчас работает, сейчас у него более-менее все нормализовалось. Но первое время у него не было никакой возможности. Вообще никого не было, он впервые оказался в нашей стране. Скажи, пожалуйста, сто процентов все считают его предателем с той стороны? Да нет, конечно нет. У него есть единомышленники, и я думаю, что они будут появляться. И они будут появляться. Потому что, ну, согласитесь, вот это вранье, вот это циничное поведение на трибунах политиков Соединенных Штатов Америки, некоторых, так скажем, политиков, А на самом деле, как он говорил, одно дело произнести речь и сказать, что у нас самые лучшие способы защиты прав и свобод человека в Америке, а другое дело, когда уже сама работа Эдварда и его там, так скажем, ну, с кем он работал в АНБ, там, в ЦРУ, сотрудников, таких же, как и он. И когда с трибуны президент выступает и говорит одно, а на самом деле спецслужа занимается совершенно другим, ну, вы понимаете, да, он, конечно, он принимал решение, примерно, в течение года. И у него была жесткая дилемма, как поступить. С одной стороны, он сотрудник спецслужб, давал подписку о неразглашении, а с другой стороны, он гражданин. И вот у него была дилемма, как ему поступить, что ему сделать. Ну, он понимал, чем он рискует? Ну, естественно, понимал. Но он рискнул. Он принял для себя решение. Он на самом деле достаточно принципиальный и жесткий человек. И вот эта его позиция, гражданская позиция, она, безусловно, заслуживает уважения. Потому что я таких людей не знаю, кто бы мог бросить вызов такой мощнейшей спецслужбы, как ЦРУ, он был из Соединенных Штатов Америки. Он долго принимал решение, называть себя или не называть себя. Ведь они же до какого-то времени, спецслужбы Соединенных Штатов Америки, не понимали, кто информатор. Они не понимали. И здесь надо отдать должное Эдварду. Он достаточно такой, смело решение принял. Он журналистам сказал, меня надо уже назвать. Назвать мою фамилию и имя. А зачем? Ну, для того, чтобы они понимали, что именно Эдвард Сноуден тот человек, который сообщил миру о том, что нарушается права человека. А проскакивала ли когда-нибудь информация о том, что есть желание вознаградить того, кто знает местонахождение Сноудена? Ну, я не исключаю, гипотетически все может быть в недрах ЭНБ или ЦРУ. Ведь мы же прекрасно понимаем, что нахождение в общественных местах Эдварда – это тоже вопрос непростой. Потому что кто может рядом находиться? когда ему, допустим, посещать те же магазины, театры, музеи и так далее, это все непосредственно вопросы, которые относятся лично к нему. Он сам принимает решения. А вы знаете, где живет Сноуден? Где он сейчас находится? На территории России находится. Нет, я понимаю конкретно. Вы знаете? В России. Я-то, конечно, знаю. А паспорт у него есть? Паспорт у него. Ну, какой у него паспорт? Ну, американский ему аннулировали. У него есть ведь нажительство. А он имеет право передвижения по Российской Федерации? Он имеет право по этому документу передвигаться по всему миру. Куда захочет, туда может поехать. Но он для себя определяет ограничения. Каким образом случилось так, что великий режиссер взялся снимать основу Данифильма? Как вы вообще познакомились с ним? Ну, мы познакомились с ним как раз на почве моей книги. Я до этого знал, кто такой Оливер Стоун. Естественно, я смотрел его фильмы. Ну, чтобы я подумал, когда-нибудь, будучи адвокатом, я буду иметь отношение к ремеслу великого мастера, уж это точно мне в голову никогда бы не пришло. Ну, а как случилось ваше встрече? А случилось очень просто. Я написал книгу. Соответственно, книгу я передал Оливеру, когда она была переведена на английский язык. Оливер прочитал книгу, приехал ко мне в Москву. Мы стали обсуждать с ним вопрос возможной покупки прав. И, соответственно, когда он принял решение купить права на книгу, права на книгу были куплены 18 марта 2014 года. И с этого момента Оливер Стоун приступил к написанию сценариев. Ты доволен? Я очень доволен. Во-первых, прежде всего, я вообще благодарен судьбе, что она меня свела с Оливером. Потому что это действительно мастер. Действительно. И как человек очень хороший. Хотя мы вначале с ним повздорили. Ну, на почве. Ну, видимо, он меня проверял на предмет того, какой же у меня характер. И как я себя поведу в тех или иных ситуациях. Но потом мы с ним подружились. Я могу его сегодня называть другом. И он меня называет другом. Потому что действительно та работа, которая была проведена им, она действительно уникальная. Восемь раз где-то переписывался сценарий. И, представь себе, он уезжает в Лос-Анджелес, пишет сценарий, возвращается сюда. Я его читаю, делаю какие-то правки. Мы что-то обсуждаем с чем-то и соглашаюсь с чем-то. Я не соглашаюсь. Он улетает опять в Лос-Анджелес. Что-то там дописывает, переделывает. Опять возвращается. Так было восемь раз. Он великий человек, на самом деле. Я такую школу с ним прошел. Я был далек от кинофильмов. Я был далек вообще от площадки съемочной. Кроме телевизионной, конечно. И когда он мне говорит, когда он уже приступил к съемкам, он мне говорит, ты должен вместе со мной быть на съемочной площадке. Я говорю, Оливер, я-то причем, если я не режиссер. Нет. Ты тоже автор сценария. Это какой жанр? У нас были споры с Оливером. В самом начале. Все-таки что делать? Делать шпионский боевик? Или все-таки нам сделать историю о человеке? Поэтому я ему очень благодарен, что он согласился с моей позицией. И книга моя посвящена тоже человеку. Человеку со всеми его плюсами и минусами. Со всеми слабостями, которые у него есть. Давление со стороны спецслужб США было? Ну, конечно, было. Конечно, чувствовали. И, соответственно, поэтому принимались решения, чтобы не проводить съемки на территории США. В Германии не было никакого давления. В других странах тоже не было давления. А только в Америке? Только в Америке. Потому что, конечно, я понимаю, кому нужен фильм о Сноудене. Нет, это понятно. Это как раз логично. Но здесь как раз американская власть и показывает, что ее не интересуют права и свободы граждан. Ее интересует, прежде всего, имидж, политический имидж нынешнего президента, государственного департамента. Потому что, если говорить о том времени, сколько Эдвард Сноуден пребывает на территории Российской Федерации, все это время мы слышим комментарии исключительно с площадки Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Казалось бы, это политический орган. Какого черта? Пусть этот вопрос комментирует Минюст, генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки. Почему вы не хотите, чтобы это дело было в правовой плоскости? Но мы ни разу не слышали. В адрес России до сих пор не поступил запрос об экстрадиции Эдварда Сноудена на территорию Соединенных Штатов Америки. А было таким образом, как только я стал его адвокатом, стал представлять его интересы, ко мне стали приезжать сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки. И стали меня уговаривать, попроси Эдварда, чтобы он принял сотрудников ФБР, сотрудников НБ, сотрудников ЦРУ, работников посольства Соединенных Штатов Америки. Я с Эдвардом встречался, говорю, вот есть такое пожелание. Эдвард говорит, я не буду с ними встречаться. Я, соответственно, возвращаю ответ. Они начинают нервничать. Как это так? Я говорю, подождите, он же у нас не арестован. Он у нас не задержан. Он оказался в транзитной, так называемой, санитарной зоне аэропорта Шереметьево по вашей вине. Потому что, когда он вылетел из Гонконга, и он летел в Латинскую Америку, вы аннулировали ему паспорт. Вы, именно с нее штат Америки. И, конечно, когда он оказался у нас в Шереметьево, куда ему... Дальше он уже никуда не мог вылить, потому что у него паспорт был недействительный. Уже ни одного запроса о выдаче не было. Ни одного, по сегодняшний день, ни одного запроса. Ну, о чем мы говорим? Если человек в чем-то подозревается, пожалуйста, предъявите ему обвинение. Пришлите запрос и укажите, по каким статьям вы его обвиняете. Это для чего важно? Это важно для того, чтобы человек понимал, как ему защищаться, что ему делать. А сегодня, когда, извините, только политика комментирует, иногда президент Обама, а все остальное время комментируют его пресс-секретари и Государственные департаменты США, о чем мы говорим? О чем мы говорим? С каких-то пор Госдепартамент США... А ему не предъявлено вообще никакого обвинения? Как они говорят, предъявлено. Ну, направьте запрос в адрес Российской Федерации, в Министерстве юстиции. Пришлите, в чем вы его обвиняете? Ну, до сих пор нет. В чем смысл экстрадиции? Экстрадиции смысл в том, что сторона, которая предъявила обвинение гражданину, в данном случае Соединенных Штатов Америки, в случае соответствующего запроса экстрадиции, они должны, именно американская сторона, изложить по пункту, в чем он обвиняется. Этого не было. Оливер Столл, он со Сноуденом встречался? Да, конечно. Они увиделись? Конечно. Извините, Сноуден ведет свободный образ жизни. У него на сегодняшний день есть вид на жительство. Соответственно, он пользуется такими же правами и свободами, как мы с вами. И в данном случае никаких ограничений нет. Все вопросы его безопасности, передвижения, эти все вопросы он сам лично принимает решение, с кем ему встречаться, где ему бывать. Это он сам это делает. Какая-то таинственность, какая-то аура вокруг него существует. Он же не открыто живет. Ну, конечно, меры предосторожности, безусловно, должны быть. Он самый разыскиваемый человек в мире. Опять не понимаю, он разыскивается кем? Соединенные Штаты Америки. Без всякого запроса? Без всякого запроса, конечно. Когда читаешь, иногда попадают в прессу некие первые, так скажем, бывших сотрудников НБ или действующих сотрудников НБ, очень сложно понять, кто они есть на самом деле. Но тем не менее, когда они пишут о том, что вот он будет идти по улице, достаточно сделать укол зонтиком, он придет к себе и в квартире, где он там живет, он скончается. Ну, как это все? То есть, конечно же, понятно, что ни ЦРУ, ни НБ его не оставят в покое. Мы это прекрасно понимаем. На территории чужого государства? Ну, неважно, где бы он ни находился. Другой вопрос, что, конечно, здесь им не дадут вольготно себя вести. Это понятно. Но, тем не менее, они же могут разные использовать схемы, модели по его устранению. Скажи мне, я такой вывод, во всяком случае, делаю. Во время переговоров вы же не все время лично общались со Стоуном. Значит, вы, наверное, как-то переписывались или ограничивали себя в электронной переписке, в телефонных звонках. Почему я и вначале сказал о том, что Оливер приезжал, и все вопросы, которые возникали у нас по ходу написания сценария, они обсуждались лично. Никакой переписки не было. Шпионовские страсти. Фамилия Сноуден, безусловно, где бы она ни появлялась, тем более в сети, она, безусловно, привлекает внимание не просто человека, который сидит за компьютером, а специально созданной программы, которая работает в части поиска контактов, отслеживания, с кем общается, что говорят, что пишут, он ли пишет, ему ли пишут. В некотором смысле, и вы, мой друг, тоже за красной чертой. У вас тоже какая-то опасность за спиной существует? Ну, вы знаете, первое время было сложновато, потому что все-таки дело достаточно громкое. но я об этом как-то стараюсь вообще не думать. Я, прежде всего, адвокат, и если я представляю интересы человека, то я представляю интересы человека. Нет, это я понимаю, но, тем не менее, значит, существовало и существует ситуация, при которой ощущение, даже не ощущение, это есть? Я не хочу сказать, что мне вот за это время, пока я занимаюсь этим делом, что кто-то из спецслужб в Соединенных Штатах Америки угрожал или там... Это я понимаю, но вообще... Но в части того, что, как вы сказали, за красной чертой, вы знаете, это пусть остается на совести тех, кто может что-то совершить или предполагает что-то совершить. Я в этом смысле веду себя уверенно, поскольку я в данном случае являюсь защитником, я в данном случае являюсь адвокатом, доверителем. А были дела, где ощущение опасности присутствовало? Конечно, были. И когда нападение на меня было совершено, когда я представлял интересы Сергея Лисовского, там была коробка из-под Церекса, но до коробки из-под Церекса там был ряд претензий со стороны налоговых органов к Сергею Федоровичу Лисовскому. И вот тогда был не один звонок на мой мобильный телефон, тогда еще номера не определялись. И меня так вежливо, нагло, так скажу, пытались убедить в том, что я должен отказаться от Сергея Федоровича, я не должен вести дело. на что, конечно, сразу срабатывает характер. Говорю, кто вообще, кто вы, представьтесь. Ну, а потом через какое-то время последовало нападение в подъезде. И вот так вот. Фильм документальный о Сноудене в 2014 году, по-моему, взял Оскара. Сетизинфо. Да. Они получили Оскар. Получили Оскар. А ваш фильм? Если выдан этот фильм на Оскар, я считаю, что он заслуживает Оскара. Но это не мне решать. Соответственно, ну что ж, я буду этим только гордиться. А Сноуден видел фильм? Сноуден видел фильм, да. И? Ну, нормально, ему понравился фильм. Мы с вами знакомы лет 30, наверное. Да. Я вот так слушаю и слушаю. Я ни разу не спрашивал. У вас же в семье не было юристов, друг мой. Нет. А с чего вдруг вы пошли в юридический? Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. И тоже пытался понять. Вот родился я в Молдавии. В семье юристов не было. У меня простые родители. У меня папа имел 4 класса образования. Мама вообще не имела никакого образования. Война, голод. Их в семье было по маминой линии 13 детей. И ну, представьте себе. И, вы знаете, мама нас очень жестко воспитывала. Меня, по крайней мере. И я помню, когда я ходил в первый класс, и что-то я показал свой норов, свой характер учителю, который преподавал нам русский язык. Букварь, букварь. Только мы букварь начали изучать. И ему что-то не понравилось. Этот учитель ударил меня букварем по голове, и этот букварь сломался пополам. Я, естественно, маме ничего не сказал. Потому что я понимал, наверное, я что-то не то сделал, раз учитель меня этим букварем по голове ударил. И, соответственно, обиделся на всех, и на следующий день не пошел. То есть утром я собираюсь раниться как положено, мама меня собирает, я выхожу из дома, иду в школу. А на самом деле в школу-то не иду. А иду в поле там, иду в кукурузное поле. И маме кто-то сообщил об этом. Что вот твой сын не ходит в школу. И что вы думаете? Она выследила, куда я пошел. И она меня стала преследователь в этом кукурузном поле. Я никогда не забыл эти ряды. Я в один ряд, вы знаете, как в кино. И вот как-то так. Ну, вы знаете, воспитание, конечно, очень важно воспитание. Почему сейчас, вот даже там, я когда разводился, там, многие там, мои друзья, знакомые, и просто люди, которые приходят, ну, просят помощи в разводе, там, в разделе имущества и так далее, и так далее. Сегодня беда просто какая-то, да, можно развестись, но, а дети? Потому что, когда взрослые не общаются между собой, дети-то страдают. Детям-то вообще трудно это понять. Я помню, когда в детстве мама меня воспитывала, нас было трое в семье, я старший. Она всегда мне говорила, Толя, прежде чем сесть куда-то, посмотри, куда ты садишься. Прежде чем пойти, посмотри, куда ты идешь, и прежде чем сказать что-то, подумай, что ты скажешь. Лихо. Вот с этим я живу. Скажите, друг мой, а вы никогда не пытались выяснить корни своей фамилии? Фамилия-то необычная. Пытался. До царских не дошел. У вас были замечательные дела, довольно крупные. Там писатели известные, какой-то, если я не называть, британский разведчик, еще что-то такое. Платон Обухов. Платон Обухов, да? Который подозревался в том, что якобы он работал на английскую разведку Ми-6. И в результате? Арестовали. Так. Посадили в изолятор. Расследовали данное уголовное дело. А в итоге признали его невменяемо. Как-то судьба так расположила, что ваши дела буквально публичные. Потому что вы защищали Никиту Михалкова. Насколько я знаю, вы работали с Лепсом, с Любимовым, с Юрием. Я не изучал, представлял интерес. Представляли интерес. Да, конечно. Ну, конечно, безусловно, когда ко мне люди обращаются, неважно, публичный он человек или он простой человек, имя и значение. Я, конечно же, когда у меня есть время, есть возможность, конечно, я принимаю решение. А что значит, представлял интересы? Ну, это разные вещи. Я защищаю человека в суде. Я могу там, да, так называемая, есть процедура, получаешь ордер, идешь в следователь, или отдаешь ордер, он тебе допускает к делу, заявление должен написать доверитель, который там, либо у него подписка, либо он находится в следственном зале, но не буду это все рассказывать. А представление интересов, соответственно, если у человека возникает вопрос, например, там, нужно получить консультацию, там, не знаю, по жилищному вопросу, по семейному вопросу, там, ряд других вопросов. Люди, которым там, Кобзон или Лепс, вы представляли интересы? Ну, я представлял интересы в суде, в частности, поясню, доверительную к обзону, я представлял интересы в суде по доверенности. Это были разные дела, связанные с защитой чести и достоинства. Бывали случаи, наверняка, и в вашей практике, когда бы совершенно точно были уверены в том, что человек виновен. В этом смысле, как его защищать, если вы точно знаете, что он совершил этот поступок, за который положено его наказать той или в иной степени. И вы все равно беретесь его защищать. Что вы отстаиваете? Адвокат не следователь. Адвокат не устанавливает истину по делу. Адвокат обязан защищать и оказывать квалифицированную юридическую помощь. Даже если я предполагаю, приговора суда нет, я предполагаю, что да, вот я вижу поведение, действия там, поступки, свидетельство о том, что он может быть причастен к этому. И что? Это свое мнение, я должен здесь вот держать. Я не могу вести себя, знаете, как базарный какой-то человек. А вот ты знаешь, ты вот это, вот это, это не мое дело вообще. Вот мне часто задавали вопрос, я защищал Тамару Павловну Рохлину. Вот мне часто задавали вопрос, ну как, она же убила. Я говорю, подождите, кто вам сказал, что она убила? Для того, чтобы человек был признан виновным, должны быть процедуры, это должно быть решение суда, это приговор суда. А вы, кстати, часто отказывались от дел? Ну, бывали, конечно, случаи, когда я отказывался, безусловно, конечно, по тем или иным причинам. Но, если брать, ну, все-все мои дела, которые я ввел, то все эти дела я брал охотно, и даже, я понимал, что, тоже дело Тамары Павловны Рохлиной, или министра юстиции Ковалева, так называемые банные дела, эти дела были непростые, они были сложные. Но я их брал, я не боялся этого, я всегда говорил, я не боюсь проиграть дело, я боюсь совершить ошибку, которая повлечет за собой проигрыш. Вы когда-нибудь сами себя ставили на место человека, которому требуется адвокат? И если бы, ну, типа, у меня на язык, что-нибудь случилось, вы бы сами себя защищали или позвали кого-нибудь? Ну, я могу сказать на собственном опыте. Ведь быть самому себе адвокатом, наверное, можно. Но есть такая поговорка, сапожник без сапог. Вот как-то свои дела, вот свои какие-то вопросы, тебе некогда ими заниматься, вот честно. Вот бывают такие ситуации, когда тебе некогда заниматься. Есть какие-то вопросы, которые касаются там, в том числе, и каких-то юридических вопросов, и так далее, и так далее. Но я вам скажу на собственном примере. Я когда разводился, я же не пошел в суд и не стал представлять собственные интересы, потому что я там в другом статусе. Поскольку я подал заявление о разводе, соответственно, я попросил адвоката, моего воспитанника, кто со мной работает, я говорю, я выпишу доверенность, сходи в суд, будешь представлять мои интересы в суде. Что такое воспитанник? Вы преподаете где-то? Я преподаю, да, в Московском государственном юридическом университете, это бывшая академия, Московская государственная юридическая академия имени Олега Менча Кутачева. А сколько дела у вас в производстве? Ну, сейчас у меня очень много дел, в том числе, дел общественных, так называемых. Ну, вы вспомните, я вел дело там, Бутова, Речник, сложнейшие дела. Это же все дела общественные. Дело Сычева, когда я выезжал в Терябинск, вместе с Николаем Сваниндзе, это общественные дела, потому что я, соответственно, являюсь членом общественной палаты. Я возглавляю совет Примвд России. Мой день начинается вот с такой кипы жалоб и обращений на мое имя, где пишут люди о безобразиях, которые творят по отношению к ним, о проблемах, с которыми не сталкиваются. Я должен сказать, что, конечно, эта работа, которая ведется в рамках моей общественной деятельности, она тоже важна, потому что не все люди могут прийти и оплатить услуги адвокатов. И эта проблема достаточно серьезная. Я тоже сейчас работаю над этим, потому что я считаю, что люди, конечно, должны, даже если они обращаются, и должны получить квалифицированные услуги, найти адвоката очень высокой квалификации сложно, потому что, как правило, эти адвокаты и юристы все заняты, у них нет времени свободного. В процессе вы сейчас находитесь в каком-то... Ну, сейчас я занимаюсь делом, это так называемое СНТ Московской области, которые обратились ко мне с просьбой помочь разобраться с вопросами, связанными с их выселением из дачных участков, в связи с тем, что энергетические компании обращаются в суд с заявлением об отселении граждан, которые находятся в опасной зоне к самому газопроводу. Да, я читал об этом. Эта тема очень непростая, только по Московской области предполагается выселить примерно 100 тысяч человек, 40 тысяч объектов, поэтому я сегодня сосредоточен на этом, я вместе с другими членами общественной палаты, Совета по правам человека при губернаторе Московской области, мы сейчас как раз занимаемся выработкой алгоритма в части общения гражданин, граждане и власть, и, соответственно, энергетическая компания. Вы полагаете, перспективы есть у этого дела? Трудно загадывать. Мы пытаемся, да, нас власть слышит, местная власть Московской области нас слышит, но есть ряд вопросов, и мы с этим согласны, вопросы безопасности граждан, которые живут вблизи этих газораспределительных станций, но возникает вопрос, если граждане там живут с 70-х годов, их никто не трогал, что вдруг случилось в 2016 году? И когда мы начинаем разбираться, главный инженер, допустим, говорит о том, что, слушайте, а если рванет и убьет людей, я сяду в тюрьму, и его можно понять, и гражданина можно понять, который живет там много лет, и уже даже в четвертом, пятом поколении, поэтому здесь надо искать решение, люди, которые получали участки, они получали эти участки в соответствии с действующим российским государством, у человека есть свидетельство на право собственности, это свидетельство существует уже много-много лет, кто-то, может быть, недавно получил, ну, неважно, но документы надлежащие оформленные, а его оттуда пытаются отселить, и, конечно, что делает человек, он говорит, хорошо, если вы меня отселяете, либо вы тогда компенсируете мне оплатить это все, либо тогда я не буду отсюда уезжать, понимаете, и эти все вопросы, я считаю, что мы должны, конечно, правозащитники, юристы, депутаты Государственной Думы, представители Института Гражданского Общества, мы должны эти вопросы решать и помогать людям, не просто горолопадничать, что все плохо, а пытаться искать компромиссы. А скажите мне, я прочитал книжку, и я так понял, что это не окончательно, продолжение будет? Время спрута, вы имеете в виду? Да, продолжение, конечно, будет, но есть уже книжка, которая тоже вышла, называется Дети Каина, это вторая книга, и третья книга называется Поцелуй Иуды, то есть вышла трилогия, написана и четвертая книга, но я ее бросил в стол, называется Шестая печать, она мне не нравится. А у фильма будет продолжение? У фильма трудно сказать, может быть, даже и будет, пока не знаю, не буду на эту тему говорить, поскольку есть определенные разговоры, есть сообщения с некоторыми сценаристами на эту тему, будет, не будет, не знаю, не хочу зарекаться, как пойдет. От телевидения не поступало предложений? Ну, есть определенные встречи, разговоры, пока не знаю, пока не знаю, как дальше будет, потому что, если что-то делать, даже на телевидении, я считаю, если брать мою профессию, надо конкретно помогать конкретному человеку. Вот есть проблема, он должен, я не просто должен прийти и где-то в шоу высказаться, я стараюсь, если у меня есть время, когда меня приглашают, я это делаю, но если делать что-то, надо конкретно делать. Во-первых, я безумно рад, что вы, друг мой, ко мне пришли. Спасибо. Мне тоже очень приятно. Я прощаюсь с вами, я бы хотел сказать нашим телевидителям, много чего мог бы наговорить, что сегодня у нас в гостях был адвокат, профессор, доктор юридических наук, член общественной палаты, член общественного союза. Нет. У меня сегодня в гостях был человек, которого я бы просто назвал словом, который, наверное, хотели бы иметь все, каждый, на любом, на человеческом уровне. Сегодня у меня в гостях был защитник, защитник Анатолий Кучерин. Спасибо. Спасибо большое. Мне удалось бы верить. Спасибо. Умница. Спасибо. 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 Спасибо.